всем привет с вами темный ниндзя и игра бройл тем продолжаем с вами проходить сюжет 4 главы и поехали у нас типа такой промежуточный босс древний ледяной маг но помчали вожесть так ладно лучников на босса направляем так вот сделаем правда лучи ух ты шума красавчик четко четко из этих не начали вылазит враги что или тот призывает так порой ножи помчали точно чтобы не собрать все мины танк зачет мой план работает как час скоро рыцарь сам придет в расставленную для него ловушку и что это будет за ловушка ведро с грязной водой на голову подпеленная ножка табурет приколотая на спину бумажка с надписью по ними нет вовсе нет а сейчас мне надо срочно дайте но это никак не связано со срочным изменениями моего супер злодейского плана раскусили как маленького ребенка так вот такой расклад прикольно не катаются всех заберем всех заберем до покемом ухты баллисты баллисты мы так ухты и у меня один оранжер пока не с таким крутым луком что-то больше пока луки не хотят мне выпадать хорошие настроить больно дорогу выходит в любом случае сначала надо валить их они будут морозить и это не есть год эмбеливабл вот ты попался рыцарь пока ты сражался с моими миньонами и уничтожил с метику попрощайся со своими кремами лаками и лавандовыми духами их больше нет а твой парадный мундир я и задрал лоскуты негодяй ты за это ответишь кажется сорвал голос слишком долго тренировал злодейский смех бога гагашечки бог 4 баллиста да вы издеваетесь это все не есть год давай-ка ты братан иди истребляй баллисты во блин толкаются еще кстати становится немного уже посерьезнее бои а значит враг близко да и ладно подумай что это чем он деньги что ух ты шесть баллист ладно начнем с ближайших так ну ты естественно туда ты 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 ну примерно так грибаные баллисты это вообще самая классная вещь в обороне советую ее качать в первую очередь из всех защитных сооружений вот и настал час когда я попробую на тебе своим мороженым жица мороженожи твоя смерть будет ужасно мучительной в меру липкой и с легким послевкусием арбуза действительно у него ножи как арбуз мороженожи так вот почему то тогда на меня так рассердился за съеденное мороженое а я еще гадал почему ты спрятал вкусняшки в свой сейф съела нож круто так значит у нас буквально вчера прошла небольшая обновка админы поработали над фиксации проблем всяких разных ну надеюсь у нас в начале может так это числах может ближе к десятом потому что самом начале июля можем вполне может быть что добавят нам этих называют то скажите скажу кланы немного станет бодрее но и тем же самым больше времени надо будет проводить в игре не очень хорошо когда все-таки разработчики начинают слишком с одной стороны вроде контента порой не хватает с другой стороны потом этого контента становится слишком переборно и просто люди начинают бросать проекты из-за того что нету столько времени сидеть столько времени может уделять только скорее всего школьники ну и те может кто учится техникумах училищах у них как-то побольше с этим временем а люди которые работают просто никогда они могут заходить свое удовольствие делать задание там какие им надо уходить то есть чисто играть в удовольствие по идее игры должны приносить удовольствие когда надо в них и задротить очень-очень много и то игра начинают потихонечку надо видать поэтому давайте ребята будем играть в удовольствие есть время зашли ресурсики покопили нет времени но и ладно клана будут будет какой-то мужа более общением но и кланы будут люди под себя тоже подбирать кто-то будет для постоянных трениров воин в клановских или что там будет у них интересного придуманного ну как обычно воины кланов что они еще могут придумать вот так во всех этих играх это ничего такого не видел но если разработчики что-то придумают кроме кроме воду кланов и какие-то еще интересные новые естественные задания тоже как бы не столь разнообразны клановые задания ежедневные вот если что-то разработчики придумают новенькое то контент такой клановый то класс будет здорово например клановые какие-то подземелья типа там нужно проходить там несколькими там да этими то есть именно клановые там и на карте это событие и ты можешь там из клана друзей звать а именно вот чтобы клановские были какие-то баталии чтобы прям вот непосредственно клан например можно в одиночку можно с кланом тоже хотя в принципе по сути то же самое что было за сити в хасал кастал в принципе события на карте ты можешь скоро находить но я все таки надеюсь что что-то свое интересное смогут разработчики в этой игре придумать будет нам счастье потому что но видеть однообразие вы винтов во всех объединенных в играх разнообразие только у нас чего картинка карта грубо говоря ли и и человечки персонала все в принципе по сути больше у нас никакого разнообразия нет кстати вот я уже приблизился к последнему бошу и мне уже так наваливают так что как бы а суть везде одинаково и все и винты одинаковые только разные истории рассказываются надеюсь здесь и винты будут браться не такие как в играх были до этого в хасал кастал за россии ти в шелтер варе они везде были похожи друг на друга то есть идентичны один в один только с разными картинками так скажем и разными историями в этих ну шелтер вареновым было немножко измени но тут интересно можем было да там все таки герои есть основные какие-то до в команду который ставится и это было куда интересно то есть там вроде акция такая же как и и винт такой же как и в хасал касту допустим дам донат карту донатскую за донат если берешь лучше награды получаешь но тут еще можно было новую историю герой ты проходишь узнаешь и плюс в конце если набрал определенный уровень получаешь этого героя то есть это как бы было интересно это хорошо это разнообразие до и винт тот но разнообразие есть вот здесь надеюсь разработчики все-таки решат в общении брать похожесть и винтов из тех игр и придумать что-то свое новенькое классненькое тогда это будет вообще прям респект респект разработчикам уважуха в такое можно будет даже и я думаю поиграть и побольше времени если будет свободного на выходных там уделять таким и винтом и все такое чисто ради даже того что просто новое что-то они замызганная старая с разными историями еще так ну и ладно довольно дискуссий пробовать победить босса на 7000 мощь наносит смешанный урон владеть смертоносной техникой ледяной кулак коллекционирует фигурки из льда но это уже просто прикол 236 тысяч хп шик 11 тысяч за физ защиты 6 200 маг защиты 6 200 у ворот 3 300 атака вот это будет сложно даже не факт что я с первого раза могу его победить потому что надо понимать он во-первых убийца же значит он будет прыгать как ни странно он не прыгает рекомендуемой численности отряда 5 бойцов но у меня пин бойцов на 4 мага и он так но магов оставим на наших стрелков наверное что я смотрим смогут справиться нет главное чтобы маг у меня не умер но и двумя танками будем босса сдерживать надеюсь он прыгать не будет все таки что у нас раз некоторое время совершает мощный удар наносит 4 физического урона 100 ногам перед впереди себя и отталкивать их назад раз некоторое время замораживает врагов на 4 секунды наносит 230 магического урона ну пробую вот так если не получится будем он бежит как топор все понял плохо да он все таки рандом то есть он рандомно по персонажам ходит мага не туда и поставил но я думаю еще за два танка и 2 оранжера моего бабуха танчиком в принципе он ничего не делает на моего потихонечку уж отдохаем ну вообще такое то уже интересный бой такой прошел естественно как бы не совсем я был уверен что я смогу выиграть но все-таки получилось ну вот теперь мы можем купить за целых 280 рублей вот такой набор ложесть я но наверно он прикольный 25 уровень для нас уже это не то так как мы ушки на 30 переходим потихонечку так что для нас я не думаю это лучше но конечно выглядит и так капец вот думаю вот так интересно женщина-убийца с мороженкой враг побежден и харлин больше ничего не угрожает теперь то я могу рассчитывать на вечер при свечах с моей сладкой крошкой как бы не так вам еще далеко до победы скоро в игру вступят самые опасные члены клуба злых бывших я даже не буду произносить их именно самому страшно а у принцессы была бурная личная жизнь и даже завидует он принцесса была бурная жизнь давайте посмотрим сейчас вам про болотную землю скажет это пиратское болото дом робок рока он капитан команды болотных пиратов наше с ним расставание было особенно плохим с тех пор он только и жаждал мести встречался еще и с пиратом тебе нравились его татуировки потому что я чуть было не сделал себе одну до того как я упал в обморок в салоне ты знала что они используют иглы они мягенькие кисточки для краски не время бояться гонсалот нам нужно как можно быстрее найти рыбы крока в основном потому что единственное желание которое вызывает твой рассказ это желание зевать от козляха ну чтож пиратское болото робокрок где он там находится посмотрим ох кошмар жабик у нас труба шажа на отдалите потенки предыдущими вот он робокрок это крокодил же они жаба точно она смешанный урон призывает на помощь пиратскую болотную команду притягивает к себе крюком может вызвать артиллерийский удар когда-то был романтиком 259 тысяч 20 тысяч визы 12 магик и 3700 атаки ясненько ясненько уху 9 200 мощь да чтобы с ним воевать надо будет подкачаться что ж надеюсь видео было интересным возможно даже и полезным немножко под дискуссировали поразмышляли но на с вами был темный ниндзя до новых встреч и пока пока